Добрый вечер, Гомель! Мы в прямом эфире, да-да, вы не ошиблись, это Сергей Матусевич, абсолютный чемпион мира по бодибилдингу, сегодня у нас в гостях, причем в совершенно ином качестве, как многодетный папа. Добрый вечер, Сергей! Здравствуйте, дети! Очень не хотелось вас отвлекать, но надо познакомить наших зрителей с вами. Сергей, расскажите, с кем вы бы сегодня пришли к нам в студию? Добрый вечер! Добрый вечер! Ну, это моя младшая дочка, зовут Алина, в декабре ей будет... Вот так вот, поаплодируем! В декабре ей будет 4 годика, это один из моих сыновей, зовут Владислав, ему 7 лет, учится в первом классе. Ребят, мы очень рады видеть вас сегодня в нашей студии, я так понимаю, остальных вы оставили дома, да? Ну что ж, посмотрите, какие у нас игрушки, вы можете приступать, разбирать тут все, творите, что хотите, а мы посмотрим, на что вы способны. Поддерживали детей, вперед, играйте! Все, кто быстрее, кто скорее? Сергей, присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что вот мы сейчас в этой студии наблюдали такой элемент обычной тренировки, которую вы проводите со своими детьми? Нет, скорее элемент разминки. Элемент разминки. Как часто вот это происходит в вашем доме? В доме не очень часто, больше в зале, так как по ходу работы они очень часто бывают либо со мной, либо когда жена ездит, тренируется тоже. То есть тренажерный зал для них это второй дом? Иногда даже первый бывает. И как успехи вообще, расскажите, получается что-то такое, скажем, что в этом возрасте, вот, например... В этом возрасте тренажерный зал... Еще раз, что, солнышко? Что Влад делает? А, Влады у Влада спроси, иди. Или у папы, может быть, спроси. Влад рисует. Что мне нравится, да. Поддержите нас. Иди порисуй с Владом или поиграй с нашими игрушками. Они такие замечательные. Посмотри, какие шарики. Да. Нравится? Сейчас они привыкнут, и я думаю, да. Мы даже еще удивимся. Итак, я так поняла, что успехи у Влада уже есть, да? Отжимается, наверное, побольше, чем сверстники. Нет, у него немножко другое увлечение. Какое? Ну, стрельба из блочного лука. А, да, я видела, кстати, фотографии. Мы об этом обязательно поговорим чуть позже. А вообще, скажи, Сергей, ваши дети знают, что вы чемпион мира? Ну, вроде бы знаю. Они гордятся вами? Это надо спросить у них. Они очень заняты сейчас. Но я смотрю, по крайней мере, гордость на вашем лице точно есть. Скажите, Сергей, вы можете вот однозначно ответить на вопрос, который мы задаем сегодня в нашей программе. Легко ли быть папой? Ну, по отношению к моей семье здесь, скорее, если взять где-то 2010-2013 год, когда я основные титулы свои зарабатывал, здесь сложнее быть мамой, когда папа профессиональный спортсмен, еще и сотрудник ОМОНа. Потому что дома меня практически не видели. Я то на соревнованиях, то в командировках, то еще где-нибудь по работе. То есть вам сложно быть папой? Чемпионом мира? Ну, не сказал бы, что легко. Не сказал бы, что легко. Поддержим. Спасибо большое. Вы знаете, Сергей, я предлагаю прямо сейчас, в прямом эфире, узнать еще и мнение, ответ на этот вопрос у наших зрителей в студии. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. И представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Бычкова Ирина, мама троих детей. Ирина, расскажите, как вы считаете, легко ли сегодня быть вообще современному мужчине? Нелегко ли быть папой? Ну, я вижу это как две стороны. С одной стороны, это ответственность. Это решение множества вопросов. И, наверное, это все-таки серьезно и где-то и сложно. Но с другой стороны, все-таки папа, это также и радостные минуты, когда можешь обнять, можешь услышать детский смех. И мне кажется, нельзя однозначно сказать, что только сложно или легко. Вот как-то так. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Валентина Лепшая, мама дочки. У вас один ребенок, да? Скажите, пожалуйста, вот вы с мужем напополам делите обязанности по воспитанию детей, по содержанию детей? Или все-таки кто-то из вас больше уделяет ребенок детям? Ну, наверное, это 50 на 50, в общем-то. Серьезно? В вашей семье это 50 на 50? Ну, я считаю, да. Он делает, ну, играет, в общем-то, с ребенком больше занимается досугом. Вот. А у меня больше обязанностей. По кухне. Папа еще и зарабатывает, наверное, правильно, тоже. Ну и мама тоже. И мама тоже, да. И мама тоже, да. Поддержим вас. Спасибо большое. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Я по-другому представлюсь. Я папа дяди Федора. Ну, папа дяди Федора. Мне кажется, ваша... Настоящая. Серьезная? То есть у меня есть сын, который во втором классе. И у него уже есть два племянника. Давай строй. Ну что ж, вы нас так запутали. Но скажите, пожалуйста. Настоящая папа дяди Федора. А вам легко быть папой? Легко быть папой. Знаете, на самом деле я об этом думаю каждый день. Потому что еще в детстве, когда я был маленький, я помню такую мысль, что я боялся быть папой. Прошел страх? Я по-другому отвечу. Знаете, почему? Потому что мне казалось, что я не смогу быть таким хорошим отцом, как он. Не прошел. Не прошел. Аплодисменты для вас. Спасибо большое. Дорогие друзья, легко ли быть папой? Тема нашей сегодняшней программы. И нам очень интересно, конечно же, мнение ваше, вот как в вашей семье происходит, кто ходит у вас на родительские собрания, кто контролирует уроки, у детей, кто вообще проводит больше времени с детьми. Дорогие друзья, звоните в студию. Мы ждем вашей истории по телефону прямого эфира 342243. Ну, а телефон Вайбера вы видите внизу экрана. Сегодня вечерней студии. Доброго вечера. Мы расскажем, как воспитывают в своих чат чемпионы мира, зачем папы объединяются в совет отцов и какие игры выбирают для своих детей. Какие они современные папы? Какие обязанности берут на себя и чего боятся? Спросим об этом у нашего психолога. Я хочу пригласить в эту студию Людмилу Тутынину. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Люда. Присаживайтесь, пожалуйста. Очень рада видеть тебя сегодня в нашей студии. Посмотри, как у нас сегодня весело, да? Вот необычно, согласись. Ну, конечно, необычно. Дети. Дети, да. Это еще, кстати, не все дети, которых мы ожидаем. А вот отвлечь детей от смартфонов и поднять родителей с дивана решили папы гомельской детворы. И, вы знаете, так появился в Гомеле настоящий совет отцов. И вот зачем папы объединились, что из этого получилось, расскажет председатель этой общественной организации отец троих детей. Встречайте, Сергей Бычков у нас в гостях. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, познакомьте нас, с кем же вы пришли сегодня. Это Миронище. Мирон, три с половиной года, а наш младший сын... Вот с твой каминкой. Ну так, отлично. Молодец, Мирон. Папин сын, сразу видно. Ну, расскажите вообще о своих детях. Сколько им сейчас? То есть трое детей. Дочки старшие скоро будут 17. Говорю, почти взрослые все, да? Сыну будет скоро 12, да? И младшему три с половиной. Отлично. Мирон, скажи, пожалуйста, ты не хочешь с детками поиграть в чудесные игрушки? Поддержим, давай. Поддержим, поддержим. Замечательно. Вы знаете, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Константин, и у меня вопрос для Сергея. Вот, получается, я бы тоже хотел вырастить чемпиона ребенка своего. Вот ему пока 5 лет. Так. Слушайте, пожалуйста, вот, как его вообще лучше воспитывать и с какого возраста отдавать на секции? И в какие? Спасибо. Подождите, какие секции? Здесь просто очень вопрос... Ну, спрашивайте, в какие секции, наверное, человек? Вы куда хотели бы? Ну, я вижу, что ему пока, как и всем детям, нравится гонять мяч, скажем так. Это может быть футбол какой-то. Ну, вот я хотел бы, чтобы он тоже занимался какими-то силовыми нагрузками, но я так понимаю, что до подросткового возраста, наверное, нежелательно, да? Еще для младшего, я бы даже сказала, 5 лет. Ну, буквально за минуту коротко ездить. Спасибо большое за звонок. Начнем с того, что в этом возрасте действительно лучше развивающие, как бы, футбол, плавание. На борьбу, по-моему, с 8 лет берут, насколько я знаю. Например, тот же лучный спорт с 10-11 лет берут. Силовые виды спорта, во-первых, как бы, смотря определяться, какой вид спорта. Бодибилдинг, пауэрлифтинг. Все равно раньше 14 лет это начинаются легкие нагрузки. Хотя все секции по тяжелоатлетике детей в этом возрасте уже берут и берут с 12. Но, опять же, здесь очень быстро начнутся проблемы с позвоночником. Например, я стараюсь в зал, как бы, лет 16, только пускать 14, это под контролем, чтобы убирать упражнения, которые воздействуют на позвоночник. То есть убирать без приседаний, становых тяг, то есть, которые... Хорошо, а вот в нашем случае это 5 лет, это мальчик 5 лет. Что можно посоветовать? Ну, самое лучшее, общее развивающее, это плавание считается. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Я хочу вернуться еще к нашему гостю Сергею Бычкову. Вот дело в том, что на вопрос, легко ли быть папой, мы сегодня отвечаем в прямом эфире. Вот как вы считаете, у вас есть какой-то однозначный ответ? Это нелегко. Это нелегко? Вообще-то откровенно. Вопрос такой, да, что когда ты за кого-то отвечаешь, то это нелегко. То есть ты женился, да, у тебя еще нет детей, но это уже нелегко. То есть это уже сложнее, чем быть одному, да. И с каждым ребенком вот это нелегко, да, это ответственность, значит, чуть-чуть увеличивается, увеличивается, увеличивается. Наверное, на каком-то этапе уже все равно, сколько, да, детей, то есть, да, вот. Но в целом... А на каком, подождите, на каком этапе? Я думаю, что вот когда 3, дальше уже все равно, да. А, все понятно. Ваша супруга сегодня здесь. Да, да, да. Да, кстати, давайте поаплодируем, да, вашу супруге. Мужественная женщина. Спасибо большое. Сергей, давайте вот начнем с самого начала. Вот какие мысли были у вас, вот, и у вас, ребят, вот первые 30 секунд, когда вы узнали, что стали отцами? Ура, наконец-то, мы ждали долго. Да, таки было ура, а у вас тоже было ура? Когда жена сообщила, что она беременна? Что родился сын или, да, что беременна? Ну, когда сообщила, что беременна, ее, как бы, она не совсем поняла мою реакцию. Ну, потому что звучала фраза «я перезвоню, потому что я был на работе, и мы задерживали...» Ну, и не буду задаваться в подробности. Не вдавайтесь в подробности. Ну, правда, она даже не поняла. Сергей, вы знаете, вот эти аплодисменты для вас за откровенность, честно. Спасибо большое. Вообще, ребята, в вашей жизни вот что-то кардинально изменилось вот с появлением детей? Вот сейчас, вот вспоминая вот тот период и сейчас, вы стали меньше уделять время друзьям, больше работе. Ну, друзьям однозначно меньше, то есть, потому что время, оно не резиновое, его не растянешь, да, в целом. Поэтому, конечно, уровень тех контактов, который был, он стал просто другим, да, то есть более качественным, что ли, да, вместо походов куда-то в нехорошие места, ну, или там в хорошие места, да, то есть стал дом, и это нормально. Люд, вот смотри, у нас сегодня в студии два ярких таких вот примера успешных современных отцов. Ну, по крайней мере, вот на первый взгляд, как нам кажется. Давай вот попробуем составить и на второй. Давай попробуем составить какой-нибудь такой типичный образ современного мужчины. Вот тебе слово. Наташ, дело в том, что вот эти наши ребята, да, это совершенно нетипичные, да, нетипичные для нашего, ну, во-первых, это многодетные папы, да, но, по большому счету, вот, если бы мне спросили, какой современный папа, да, я бы сказала растерянный. Вот я нашла вот такой вот образ растерянный. Да, это нетипичные, согласно, они уверенные. И очень многие меня поддерживают. Да знаете почему? Почему? Вот смотрите, ну, я, как всегда, в историю, да, и какие-то аналитические материалы. Смотрите, 20-й век, он был совсем не благосклонен к нашим мужчинам. Смотрите, Первая мировая война, дальше Гражданская война, дальше Великая Отечественная война, потом восстановление, мобилизация и так далее, и так далее. Какие роли мужские были востребованы, мужчины, говорите. Мужчина должен был быть... Солдат. Солдат, воин, да, воин. Дальше, потом он восстанавливал разрушенные и так далее, он выживал. Ему было до детей, скажите, вот так вот по-честному. Ну, к большому нет. По большому счету нет. И смотрите, а сейчас, сейчас, когда, Наташа, ты мне задаешь вопрос, какой папа? Он испуганный. Потом смотрите, что произошло. Государство на себя взяло такую ответственность воспитывать детей. У нас были прекрасные садики, школы, институты и так далее. Была хорошо развитая система. Потом ее не стало. И сейчас мы мужчинам отдаем возможность снова воспитывать своих детей. А для того, чтобы воспитывать, а ведь это же социальная роль. Отец, ребята, это социальная роль. И ей нужно обучаться. Обучаться или хотя бы видеть примеры. Понимаете? А если отца все время не было дома, правильно? Где научиться этому можно? Людмила, мне кажется, что ты вот сейчас прямо ищешь оправдания для всех наших мужчин. Сейчас тебя послушают наши папы и будут приводить такой пример из истории. Каташенька, а это наша история, дорогая. Да, еще с этим не поделаешь. На самом деле, согласитесь, на любом форуме мам очень легко найти жалобы. Например, на то, что мужья не хотят играть с детьми, не считают это важным, скажем так. Ну, а как вам кажется, вот Сергей, вам, как звездному папе, удается вообще сочетать спорт и семью? И где больше, кому достается больше времени вашего? На данный момент больше времени не достается работе, а не спорт. Так как, по большому счету, из соревновательного спорта я из-за травмы ушел. Ну, как бы была попытка вернуться, но на данный момент основное время я провожу на работе, а не с детьми. Я уезжаю в 12 часов дня и возвращаюсь домой где-то часам к 10 вечера. То есть вы детей видите только утром? Ну, по большому счету, да. Но при этом у нас, дорогие друзья, есть очень интересные фотографии, где вы обучаете детей стрелять из арбалета или лука. Ну, очень интересные фотографии. Я так понимаю, что это с сыновьями. Сейчас мы покажем и фотографии. Ну, это тоже досослуживает аплодисментов, конечно. Вот. Вы учите, обучаете сына. Это ваша супруга, я так понимаю, тоже решила обучиться. А вот с дочерью, наверное, у вас все-таки другие игры? Ну, да, с дочерью другие. Сергей, как бы у нас стрельбой из лука увлекаются все, кроме дочки. Так, тихонечко. Сергей, извините, мне нужно немного помочь нашим детям. Хорошо. Надо запомнить, Влад, что на любой площадке женщина главная. Поэтому, да. Продолжайте. Ну, как бы стрельбой у меня вся семья увлекается, кроме дочки. А почему дочка не разделяет? Такое интересное. Не интересно, как бы я хотел ее привлечь, поставил и мультик «Храброе сердце», где там рыжая девочка скачет на лошади, стреляет из лука. Думал, ей хоть это понравится. Но она мне через полчаса приходит, заявляет. Папа говорит, я хочу лошадь. Я говорю, а из лука стрелять? Говорит, из лука, пускай стреляет Влад, а мне лошадь купи. Замечательная история, вы знаете, очень интересная. Людмила, вот есть такое понятие, вот такая традиционная установка в обществе, что мужчина, он должен обеспечивать семью, а женщина воспитывать детей. Вот мы уже начали этот разговор, как меняется? Это папа на работе, а мама красивая, да? Да, да. А когда выспится, еще и добрая. А вот насколько меняется вообще роль отца в современной семье? Мы начали уже говорить об этом. И как ты видишь вот это продолжение? Наташа, эта роль, она очень медленно приживается мужчине. Почему общество не готово к таким развитием событий? Смотрите. Если мужчина идет в декретный отпуск, да, кто из мужчин даже в нашей вот студии готов был бы пойти за место своей жены в декретный отпуск и сидеть с ребенком? Крайне мало кто. Даже если мужчина готов, не готово общество, правда? Поэтому любое, скажем так, любая попытка в сторону отцовства, то есть я пойду и больше буду заниматься семьей. Вот, например, на работе, Аврал, а вы хотите домой к ребенку? Скажите своему руководителю, что руководитель скажет вам. Вот вам и ответ. Поэтому отцом на сегодняшний день быть очень нелегко. Общество не готово к этому. Хорошо. А если посмотреть на это с другой стороны, вот, допустим, детская игра, да? Вот согласись, все-таки, к сожалению, не все папы любят и даже умеют играть с малышами. Некоторые, вот как мы начали говорить, в силу там усталости какой-то, другие просто вообще не понимают, для чего играть и во что играть с ребенком. Ну, вот Сергей хорошо нашел общее увлечение, да, уже замечательно. Но скажи, пожалуйста, как научить папу играть с ребенком? Вот как, можно ли этому обучить мужчину? Вот смотрите, да, я изначально сказала о том, что, заявила о том, что папа – это социальная роль. Вот смотрите, мы выходим в магазин, мы учимся быть покупателями, нас обучают. Мы садимся в автобус, нас учат быть пассажирами, учат. То же самое, быть папой, быть папой – это социальная роль. И должны быть созданы в обществе, ну, мягко говоря, если хотите, школы, да, для, для, именно для отцов. То есть во что играть с детьми, как играть? Знать, они должны психологии детей. Ведь посмотрите, вот если вы выйдете на улицу, где очень много, ну, например, возможностей для детей там поиграть на площадке, мама говорит папе, иди, любимый, поиграй с ребенком. Что мы наблюдаем? Папа стоит вот примерно вот так вот, да? Да? И не участвует в этой игре. Ребенок там что-то лепит, кулички, что-то там делает. Папы против. Посмотри, Людочка, вот мне кажется, папы не согласны. Так это нестандартные папы. Вы выйдете, посмотрите. Особенно если купили ребенку какую-нибудь радиоуправляемую машину, да? Папа играет. Ребенок ходит сам по себе. Ребят, вот смотрите, вот конфликт на детской площадке, кто будет его разруливать? Вы или дети сами? Вот как вы поступите? Сами разберутся. Конечно, дети. Сами коллока пригласят. Доводите милицию. У нас уже есть зрители, которые готовы разрулить любой конфликт. Спасибо, Людмила. Вы знаете, есть уже сообщение в Вайбере. Вот Динаида, например, говорит, что не стоит маме вмешиваться в игры отца. А, спрашивает, стоит ли маме вмешиваться в игры отца с ребенком, если ей кажется, что игра агрессивная? Обязательно, обязательно. Я же сказала, папа играет в социальную роль, а мамочка, смотрите. Мама, 9 месяцев она была общая, у них была энергетическая система, пищеварительная, отдыхательная и так далее, и так далее. Мама же чувствует ребенка больше, чем кто-либо. По сути дела, она с ним одно целое. То есть больше, чем папа? Конечно. А папа играет только в социальную роль. А Сергей не согласен. А как не согласен? Мое мнение, да, если папа играет с ребенком, и если маме кажется, что она агрессивна, пускай мама расслабится. Вот реально, потому что, если ребенок, особенно если это мальчик, да, ему надо дать возможность побыть в этой мужской атмосфере, в мужской среде. Вот, и быть с ней. Ну и все, нет проблем. А по поводу того, что, да, мужчина растерян, я, честно, может быть, я с такими сталкиваюсь, да, но у нас большая достаточно тусовка, да, у нас достаточно большое сообщество в следующий день. И у нас отличные ребята, которые зарабатывают деньги с одной стороны, с другой стороны, которые проводят время с детьми. И прям, ну, я лично вижу, вот, ну, вообще в Беларуси в том числе, меня это радует, нормальных ребят, которые прям нормально себя чувствуют. Поэтому вы, ваш проект так знаменитый, понимаете? Спасибо. Вот, вот, это ж и есть норма. Удивительно, удивительно. Переговорил все-таки Сергей Бычков, Людмила, то ты и на сегодня. Замечательно. Ну, давайте послушаем теперь наших зрителей. Жанна сообщает, что некоторым папам необходимо больше времени для осознания того, что на них лежит большая ответственность за маленького человечка. Вот какое мнение. Вот это то, о чем я и говорила. Очень интересно. А Валерии, вообще всем папам большой привет передают. Валерии, мы тоже вам передаем большой привет, да. Алексей, наш телезритель сообщает, настоящий отец это опора семьи. Да. Это прежде всего сильный мужчина. Такого папу дети будут уважать. Ну, здесь не поспоришь, действительно. Ну, а Роман говорит, что папа может все, что угодно. Ведь с мамой-то в гонки не поиграешь? Вот так, дорогие друзья, интересное мнение. Ну что ж, нет никакого сомнения, что сегодня действительно детские игры все-таки изменились. Современные игры, современные дети, согласитесь, играют в современные игры. Они вот как будто уже с рождения знают, что такое телефон, что такое компьютер. Важный вопрос, часто обсуждаемый. Людмила, стоит ли из-за этого беспокоиться родителям? Современные гаджеты и наши дети. Наташ, должен быть везде баланс. Обратите внимание на фотографии, чудесную фотографию Сергей Матусевич нам предоставил. Дети в песочнице, да, прекрасно играют в телефон. В этом нет ничего плохого. То, что дети, наши современные, они пользуются современным оборудованием и так далее. Но плохо, когда они перестают общаться между собой. Вот это самое плохое. Как это у вас баланс? Да просто-напросто забирать, скажем так, вот эти все приспособления и давать ребенку на его детское... Альтернативу какую-то. Какая-то альтернатива должна быть. Ну что ж, дорогие друзья, альтернатива есть на самом деле. Вы об этом узнаете скоро в нашей программе. Я напоминаю, что вы смотрите Добрый вечер, Гомель. Легко ли быть папой? Сегодня об этом мы говорим. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии представлены игрушки, которые просто обожают современные дети. Посмотрите, пожалуйста, паровозики, какие-то конструкторы, даже сухой бассейн. И вы знаете, это лишь малая часть того, что предлагают сегодня производители. Вот как сориентироваться вообще в многообразии современных конструкторов, автомобилей, дидактических каких-то материалов? И какие игрушки опасны? Какие, например, развивают наших детей? Как разобраться? Я думаю, нам в этом сегодня поможет наш следующий гость. Встречайте, пожалуйста, Оксана Шевченко, директор компании «Метеорит плюс» у нас в гостях. Добрый вечер, Оксана. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Видите, как у нас... О, я же не видела, что у нас... У нас тут полный разгром. Дети, а давайте наведем порядок. Кто первый? Кто первый соберет все шарики в этот паровозик, получит игрушку от тети Оксаны. Да? Да. Итак, кто первый? Помогайте друг другу. Молодцы. Можно я. Можно я. Людька, ты тоже можешь помогать. Ну что, Оксан, ваш компания занимается много лет производством чудесных таких детских игрушек. Расскажите нам, пожалуйста, как изменилась детская игра, на ваш взгляд? Как изменились детские игрушки в последнее время? Ну, безусловно, в последнее время меняются и сами дети, меняются сами родители. Естественно, что игрушки тоже стараются соответствовать потребностям нынешнего общества. Очень стала часто появляться подмена. Подмена физической активностью, активностью на гаджетах, активностью в компьютерах. Именно поэтому задача родителей выхватывать время, внимание детей и заставлять, привлекать. Вот то, что сейчас делает Сергей и проект Папа Зал, это уникальный проект. Это подмена, вы считаете, да, современных гаджетов? Нет, то есть сейчас подменяется виртуальная активность. Подождите, я перебью, Оксана. Мне сообщил Мирон, что шарики все собраны, да? Поаплодируем нашим чудесным детям. А, так как мы обещали подарок, мы подарим детям подарок, но чуть-чуть попозже. Это у нас кот в мешке, который мы еще поиспользуем. Хорошо. Подмена, понимаете, Наталья, подмена происходит настоящей необходимой активности физической на виртуальную. То есть ребенку легче поиграть в компьютер, ребенку легче отдать свое внимание там, где не надо напрягаться. А задача родителей забрать у ребенка эту простоту и дать возможность напрячь мышцы. Усложнить его жизнь. Да, напрячь мышцы, напрячь... Все правильно, усложнить. Да, усложнить. Потому что если раньше дети у нас воспитывали... Ну, не наши дети, дети наших родителей воспитывались в труде, то сейчас у нас нет необходимости пахать на полях, там, добывать... Ходить с коромыслом. Что-то, да, что-то добывать в лесу. Поэтому легкость и простота жизни должна подменяться физической активностью в играх. И именно это предлагает наша компания. Спасибо. Вы знаете, удивительно. У нас как-то мужчины сегодня более прозаичны, а женщины углубились в историю. Ну, а как еще действительно повлиять на мужчин? Отлично. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ирина. Я из Гомеля, у меня ребенок. И вот я смотрю вашу передачу, очень заинтересовалась игрушками. Так. Скажите, пожалуйста, где можно их приобрести? И вообще для какого возраста они подходят? Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. Вот прямо Оксана для вас. Я специально для этого сюда и вышла. Так. Значит, наши игрушки в полном ассортименте представлены на нашем сайте meteorit.by. Так. Вот как слышим, так и пишем. Там и описание, и методики работы с играми представлены, и цены, и возможность позвонить нашему менеджеру, проконсультироваться. Поэтому... А расскажите, пожалуйста, вот мы говорим про игрушки. А какие вообще подвижные игры? У меня вопрос ко всем. В принципе, сегодня популярны у наших детей, ведь и папы это знают, все папы в сообществе, в обществе. И вы, Оксана, как производитель, конечно, это знаете. Какие? Подвижные. Это что? Подвижные. Раньше были там, помните... Ну, гуси-лебеди играют просто на ура. Серьезно? Да. Так, еще что? Мне вообще кажется, что у детей просто дикая необходимость в подвижных играх. И они готовы играть в любую игру, которую предлагают родители. А если им организуют. Родители. Сами дети не могут организовать свое игровое пространство, особенно в дошкольном возрасте. И наша задача научить их играться. Играться. Если мы не научим их в определенном возрасте создавать условия для игры, создавать условия для фантазии, для каких-то конструирования, то потом в будущем у них будут проблемы во взрослых жизнях что-то моделировать уже на взрослый лад. Поэтому мы предлагаем играть в выбивало, они будут играть в выбивало. В резиночку прыгать, как мы, они будут просто... Казаки-разбойники. Они будут во все играть, нам надо им это показывать. А вы знаете, ведь раньше не было для подвижных игр таких приспособлений, как сегодня. И я хочу вот предложить, чтобы мы сейчас очень тихо, внимательно, не отвлекая ребятню, обратили внимание, чем они занимаются. Влад, вот, у того войнушка. Влад, он занимается уже с начала передачи самой интересной интеллектуальной игрой в этой студии, да? Оксана, что это, кстати, вот за конструктор такой? Игра очень популярная, очень известная. В народе она называется Дженго. Наша организация тоже предложила свой вариант этой игры, то есть это тоже наше производство. Она рассчитана не на одного человека. Влад уникальный человечек маленький, он играет в конструктор с ней, то есть это один из вариантов ее использования. Но в нее играют большим количеством людей, и взрослые, и дети. И она очень захватывает, в азарт вводит всю компанию. Поэтому вот эта игра... Ну, мне кажется, ему тоже азарт научный. Да, эта игра, да, она помогает насытить игровую среду. Он пазлы с 3-4 лет собирает, причем большие. Я его когда садиков все время забирал, если дети играют, он сидит, у него огромный пазл, он сидит, его складывает. Будущий конструктор, инженер. Да? Почему? Папа другие планы, мне кажется. Очень важно, знаете, Наталья, очень важно. Игра показывает способности ребенка в этом возрасте. Еще он может и не знать, что он будущий врач или конструктор. А игра показывает, что ему больше нравится. И вот родители именно должны подмечать эти особенности, чтобы его направить правильно, тактично, логично не заставить, а именно усилить его навыки. Ну вот какая игра самая популярная сегодня у наших детей в этой студии? Посмотрите внимательно. По-моему, они собирают дом. Вам не кажется? Да. Да, они его с самого начала эфира... Все, скоро в студии появится новый дом. Вот расскажите, в чем смысл подобных сооружений, вот этих подобных... Ну, я бы даже сказала, это подвижная игра, очень подвижная. Конструктор, да? Это конструктор, причем этот конструктор, он предназначен для детей садовского возраста, потому что очень большие элементы. Чем меньше ребенок, тем больше элементов ему необходимо переставлять друг рядом с другом. Что развивает конструктор? Конструктор развивает фантазию, воображение, навыки складывания, конструкторские, дизайнерские моменты. Все проявляется. Дорогие друзья, посмотрите, у Али все получается. Я не хотела. Я хотела всем сказать зрителям, что у тебя получилось построить шикарный дом. Ты молодец. Ты молодец. Молодец. Мирон, Мирон, посмотри, пожалуйста. Тебе нравится вот эта игрушка? Иди спроси у тети Оксаны, что с ней надо делать. Пойдем скорее. Идем ко мне. Идем к тете Оксане, она расскажет, что это за удивительная игрушка. Идем сюда. Смотрите, ребята, это уникальная игрушка, она развивает сенсорно-моторные функции ваши. А это, в свою очередь, помогает вам научиться очень хорошо говорить. Смотрите, вот для того, чтобы научиться застегивать ваши ботиночки, вам надо вот так вот с солнышком поиграть. Попробуй. У тебя на ботиночках... А, у тебя нету. А, у тебя? Вот. Видишь, у тебя точно такие липучечки. Ты умеешь застегивать свои ботиночки? Покажи. О, значит, эта игрушка ему уже не нужна. Да. Так, а вот с веревочками можно позаниматься девочкам в заплетании косички. То есть дидактическая игрушка такого рода, она помогает научиться ребенку базовым вещам, которые необходимы в быту. Застегивать, расстегивать, замочки управлять, искать красный цвет, желтый цвет. То есть эта игрушка, она как пособие для того, чтобы научиться застегивать одежду, достаточно вот здесь позаниматься с этой застежечкой. Попробуй. Влад очень быстро разобрался, но эта игрушка, наверное, для более младшего возраста, нет? Конечно, конечно. Она для младшего где-то до трех лет, но взрослые дети тоже с удовольствием показывают, что они все умеют. Сергей, у вас удивительный сын, вы знаете, он хочет все разобрать, что-то, да, вот он с конструктором что-то натворил, а теперь собери, сделай из него что-нибудь обратно. Молодец, молодец. А вообще, вы знаете, зрители часто задают вопросы в нашей программе про конструкторы. С какого возраста стоит, вот Людмила, Оксана, ребят, подскажите, с какого возраста стоит детям покупать конструкторы сегодня? Ну, если крупные элементы, то можно начинать, ну, прямо с самого раннего возраста, вот, но главное, чтобы не было мелких элементов. А вот уже с какого момента, да, это очень индивидуально, вот, ведь на самом деле, что такое конструирование, да, это значит, что я творю новый мир. Вот что такое конструктор. И, кстати, очень было интересно наблюдать, как девочка маленькая, да, вот, чисто, как женская функция, она уже может и коня на скаку остановить, и горячую, и избывать. Будешь папа такой еще, обратите внимание. И дом построить. Вы еще нашей мамы не знаете. Ага, мама, говорит, еще не знаете. Очень зря, что ваша мама сегодня не пришла к нам, да, в студию, конечно, было бы приятно познакомиться, такие чудные дети. А вообще, давайте расскажем нашим телезрителям, нашим родителям, как правильно выбирать сегодня игрушки, на что надо обращать внимание. Я так понимаю, первое, это на возраст ребенка. Оксана, как специалист в игрушках, да, как специалист в игрушках. Первое, что самое важное для родителей, для производителей, для специалистов, которые работают с играми, это безопасность и экологичность. Это все во главе пирамиды всей. А потом уже это функции, которые развивают навыки детей, мы учитываем. То есть она должна быть функциональной, не просто игрушкой для того, чтобы поставить и наблюдать за ней. Она должна помогать ребенку либо развить какие-то свои навыки, либо привить что-то новое. Вот. Потом очень важно, чтобы игрушка была прочная. Это вот то, что для нас очень важно, за что мы боремся. Она не должна поломаться в первый же день, когда ее купили и принесли ребенку. Ну, во-первых, ребенок расстроится, это опасно, и ребенок расстроится, да. Оксана, скажите, пожалуйста, что вы принесли сегодня в нашу студию? А вот я думала, когда вы наконец мне задавите этот вопрос? Давайте мы поддержим этот сюрприз. Это будет неожиданно, на самом деле, для участников нашей программы. Вот. Что-то делать? Да. Это одна из наших разработок. И вот глядя на то, какие у нас, как Людмила говорит, нестандартные. Ниже, сильные, бабы. Мужественные, да. Да, я задумала проверить все-таки их действительно на нестандартность и на их силу. Мне хочется узнать, кто из них сильнее, ловчее. Дети, смотрите внимательно, сейчас ваши папы будут делать фокус. Это игра. Это называется и папы, и здесь попали. Наматайка. Вы разматываетесь. Сергей, давайте ко мне вот здесь, наверное, немножко вот сюда. Так, чтобы всем было видно. Стоп, стоп, стоп. Вот так. Дети, сейчас будем смотреть, как папы. Папы покажут свою силу. Итак, папы готовы? Готовы. Оксана, командуй. А что нужно делать? На старт. Внимание. Марш. Ну, что быстрее? Крепит. Папа. Подержи папу. Опа. Победила дружба. Практически дружба. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие друзья. Ну что ж, мы продолжаем прямой эфир. Дети могут продолжать тоже проверять свои силы. Я хочу напомнить, дорогие друзья, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Дорогие друзья, в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель». «Легко ли быть папой» – тема нашей сегодняшней программы. Звоните в студию, пишите в вайбер, оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Нам очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Вот есть еще несколько сообщений. Варвара говорит, что наш папа все выходные на рыбалке, по будням на работе. Легко быть таким папой, сообщает Варвара. Ну, что ответим? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Все равно какие-то угрызения совести есть. Угрызения совести. Хорошо. Если рассматривать его деятельность, рыбалку, как добычу, то это все-таки функция отца. Добывать пищу для своей семьи. Но то, что он без сына ездит, да, это плохо. Что он не учит своего сына удить рыбу. Хорошо, очень интересно. Вот «Спорт двух женщин» называется. Анна сообщает, хочет дать совет мамочкам. Не бойтесь прививать отцам чувство ответственности. Правильный совет, как вы считаете, Людмила? Правильный. Правильный совет. Мне кажется, что... Ой, какое замечательное сообщение от Николая. Внимание. Я уделяю семье и детям три часа вечером после работы. Играю на улице, купаю, делаю уроки. Могу ли я считать себя ответственным отцом? Можешь. Мне кажется, вы замечательный отец, да, если даже задаете такой вопрос. Сергей, вот мне интересно, какой вообще стимул, как вы считаете, должен быть у папы, чтобы вот после рабочего дня он пошел с ребенком на детскую площадку, в парк или в кино? Да кому из нас? Начнем с вас. Стимул? Да здесь, в принципе, без стимула. Просто чувство ответственности и все? Ну, наверное, да. Сергей, вот вы по первой специальности, я знаю, преподаватель, так, физвоспитание, по вторую экономист, третья специальность у вас практический психолог, да. Скажите, пожалуйста, какой диплом помогает вам в общении с детьми больше? Я не знаю, помогают ли здесь дипломы в целом, но первый преподаватель, он у меня сидит иногда, да, и прям образование одно из лучших было. Серьезно? Да. То есть это больше вам помогает? Наше физвоспитание, да, наше университет. Это вам тоже помогает воспитывать детей? Или все на автомате? Да я бы не сказал. Скажите, а вот с кем все-таки проще, ребят, вот с кем проще наладить вам, папам отношения? С дочерью или с сыновьями? У вас дочь 16, да, у вас дочь младшая 3, сколько? С кем проще вам? А здесь когда как? Я не могу определенно сказать. Здесь просто история. Слушай, по ситуации. Так. Тут что-то проще с сыновьями или с дочерью. Сыновей трое, дочка одна. Здесь. Ну дочка это абсолютно другое. Ну какое? Ну что такое дочка, в отличие от сына? Не знаю, это все, это в поведении, все, это полностью, это абсолютно другое, в отличие от мальчика. Вот он как-то, да, согласитесь, даже про девочку, что как-то было с мальчиками, про мальчиков сдержанья, а про девочку сразу хоп-хоп-хоп, и как-то да, весь так поулыбался, по-другому совершенно. Возможно, со стороны он виднее. Сергей, что вы скажете на это? Дело в том, что у нас дочь была первой, вот, поэтому, что было со вторым, да, вторым-третьим, там было более проще и понятно. Все оно, что неопытное, скажем так, ну отгребла она как бы в полной программе, да. Вот, но в целом, да, хорошо, когда возраст подходит, да, и ты понимаешь, что в данном возрасте можно сделать с данным ребенком там вместе, да. Потому что для меня, например, важно что-то делать вместе, причем все равно что, лишь бы это было интересно там обоим, да. Да, и вот я в этом и вижу на самом деле интерес. То есть папе не то, что папа пришел там, он должен, например, играться в машинке дома. Но я не люблю этого, я не люблю настольные игры, не люблю машинки, да. Если я приду, и я там, чтобы быть хорошим папой, давай я буду играться в машинке там с тобой, да. Мне это неинтересно, если человеку неинтересно, как он будет к этому относиться. Надо найти что-то, чтобы было интересно обоим. Нравятся машинки? Отлично. Нравится срять из лука? Да супер круто. Нравится, не знаю, кататься с горки на скейте? Да отлично, но делаем вместе. А что нравится вам с вашими дочерью? Мне нравится. Мы в зале занимаемся постоянно, вот это мне нравится, да. Мы играем в футбол, да, со старшим, то есть тоже мне нравится. С дочкой ездим на разные мероприятия, и тоже мне нравится. А можно сказать, на какие вы мероприятия ездите, шестнадцать летней дочерью? Ну, мы как общественное объединение участвуем в конкурсах много, да, и она ездит со мной, как мой партнер, и она снимает для нас все, поэтому... Ой, так вы нашли ей целое занятие, очень полезное. Спасибо. Сергей, а вот каких принципов вы придерживаетесь в воспитании детей? Наверное, на современный момент устарелых. Интересно. Нет, ну, допустим, я бы ни одного из сыновей на танцы никогда в жизни не отдал. Только через мой труп. Супруга с вами согласна в такую? Нет. Нет, то есть у вас есть ссоры с супругой из-за воспитания детей, я так понимаю. А если бы сын сам захотел пойти на танцы? Кстати, хороший вопрос. Значит, наверное, что-то не так делал. Да он бы и захотел. Нет, здесь дело не в том, что хочет родитель. Нет, здесь, Оксана, дело, знаете, в чем? Вот здесь нужен психолог. Люда, что мы можем сказать? Нет, просто понимаете, сейчас немножко разное время, когда рос я, и сейчас отличается. Допустим, сейчас модно носить серьги, там, смотришь через одного. В мое время за эту серьгу, ну, нас на сельмашина разокатали бы в асфальт по полной программе. Люда, как стоит относиться? Как стоит относиться к тому, что отцы консервативны, а дети очень демократичны, и хотят развиваться, и по-другому? Наташа, семья во все времена была самой консервативной ячейкой общества, да? У нас есть там коллективы какие-то, какие-то сообщества. Так вот, семья, семья, да, это самое консервативное объединение. И там законы прописывают те, кто находятся внутри этой системы. Есть папа и мама. Вот если папа считает, что мой сын никогда не будет заниматься танцами, значит, сыну, сыну, есть смысл прислушаться к своему отцу. Почему он так, почему он, то есть он должен как-то аргументировать. Но, по большому счету, если они пишут правила вдвоем, папа и мама, вот такие вот, да, здоровее для всех, когда дети прислушиваются к тому, что говорят родители, а не идут против, понимаете? Хотя это спорно. Очень спорно. Конечно, это спорно. Давайте подскорим, Оксанда. Для системы, да, вот для семейной системы это проще. Это проще. Это родители обеспечивают защиту, покровительство, помощь, поддержку. В конце концов, они просто старшие, они просто отвечают за ребенка. И они видят, готов ребенок к этому виду деятельности или нет. Мне кажется, зрители согласны, да, Людмила, с тобой. Спасибо большое. Оксана, я знаю, что у вас сын тоже, да. Вот у вас возникают такие вопросы, он хочет одного, а вы или отец этого не даете. У нас был очень яркий пример с танцами. Я в свое время... Очень интересно. Я очень люблю танцевать. И в свое время у меня не было возможности заниматься танцами. И когда ему исполнилось три года, я его взяла за ручку и повела в танцевальный кружок, где занимались хореографией. Через месяц я завела его в очередной раз. Прошло минут десять, открывается дверь, и мне выводит руководитель хореографии за руку моего сына со словами «Не мучайте ребенка, танцором он никогда не будет». Вот в этот момент я поняла, что это, получается, две стороны одной медали. Один папа, ну вот в этом случае, говорит «нет, ни в коем случае не пойдет». А я очень хотела, чтобы пошел. Надо прислушиваться к детям. В первую очередь, если ребенок считает, что ему нравится это занятие, почему мы должны корректировать его способности? Ну вот не станет он никогда конструктором, а он будет хорошим танцором. Или наоборот, он никогда не станет танцором, потому что у него нет навыков к этому, но будет прекрасным инженером. Это хорошее, очень интересное мнение, Оксана. Это вот хорошее мнение, честно. Но есть еще один момент. Очень часто психологи говорят, что детям нравится первое занятие, да? А когда начинаются сложности, когда надо музыкой заниматься, когда надо в тренажерном, ну, в спортивном зале где-то больше пресс какой-то покачать и больше попрыгать, они устают и быстро меняют свое занятие. Вот как к этому относиться? Было и такое. Следующие виды спорта, которые мы пробовали, до момента, когда мы попали на плавание, их было 3-4. То есть вопрос выбора. Мы должны предоставить детям возможности выбрать то, что им нравится. Они не знают, что есть из видов спорта в 3 года, в 4 года. Но мы знаем, мы знаем, что можно сводить туда, можно показать это, можно дать позаниматься этим. Мы прошли гимнастику, большой теннис, у нас было тейквондо. И, наконец-то, мы застряли на плавании и уже плаваем 5 лет. Замечательно. 5 лет. Но. Здесь есть но. Первых 2 года я видела, что у него получается, но когда начинались нагрузки, он начинал сдуваться. Но я видела, что надо чуть-чуть поджать. То есть здесь надо почувствовать ребенка, если ему это нравится и получается, но сдают силы, то не дать возможности упасть духом. Но на самом деле я говорила не о категоричности такой, что нет и все, да, но о том, что именно родители, глядя на своего ребенка, чаще всего могут сказать, куда вот он, куда больше его душа тянется. Правильно, Оксана, говорит? Наблюдая за ребенком, вы видите способности. Наблюдая за детьми в нашей студии, о каких способностях мы могли бы сегодня рассказать? Людмила, скажи, пожалуйста. Мы уже выяснили, что девушка коня на скаку остановит, в горячую избу войдет. Дом построит. Дом построит. Мирон, все в дом, все в дом. Посмотри внимательно. Так, Мирон очень увлечен. Но я-то поняла, что Владислав, но это мое мнение. Если не интеллектуальная игра, все остальное Шкода. Посмотри. Ну, дело в том, что на самом деле он просто игнорирует маленьких детей, он уже взрослый. Да. Он уже взрослый. Знаешь что, Владислав, мы даем тебе задание. Нарисуй нам, пожалуйста, то, что происходит сейчас в этой студии, и в конце передачи покажешь. Хорошо? Ты готов, нет? Скажи же, я сюда не для этого пришел, да. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир «Легко ли быть папой» тема нашей программы. Очень интересное сообщение приходит от вас, дорогие наши зрители. Отцы бывают разные. Одних не оторвать от крохи, другие изредка общаются с детьми, считая воспитание детей женской заботой. Ну да, действительно, есть и такие. Карина сообщает, берегите пап. Когда дочка растет без отца, это противоречит самой природе. Карина, мы с вами полностью согласны. Кстати, по статистике, вот сегодня каждая вторая белорусская семья переживает развод. Папы чаще становятся воскресными. Вот как все-таки отсутствие отца влияет на ребенка? Вот каждая вторая статистика, но мы еще не учитываем гражданские браки. Когда люди живут вместе, и рождается ребенок, и пара расходятся, это гораздо больший процент. Люда, как влияет отсутствие папы на воспитание ребенка? Казалось бы, простой вопрос, но ответ на него мы редко ищем, скажем так. Вот птица, когда летит, она опирается на два крыла, преодолевая материю. То же самое ребенок, он должен опираться на папу и на маму. Если только один родитель, ребенок летит с помощью одного крыла, рано или поздно это скажется на его развитии. Вот поэтому, когда родители в разводе, ни в коем случае вся вражда должна отойти на второе место во имя ребенка. То есть они должны сохранить хотя бы внешние приличия, но чтобы ребенок понимал, что это папа, я люблю его, а это мама, я тоже ее люблю. И они вместе для меня, это самые мои любимые родители. То есть создать атмосферу, создать ситуацию, чтобы ребенок не вступал в эти противоречия, да, что родители в разводе, что я где-то вот чего-то мне не додает или чего-то мне не хватает. А как создать такую ситуацию? Да элементарно, время выделять. Время выделять. Один родитель должен выделить, причем не просто родитель, да, а целый род бабушки, мамушки, нянюшки, тетушки с одной стороны. Ведь этот же род трудился над сознанием этого ребенка, но есть еще и другой род, правда? Есть папа, какой бы он ни был, хоть супер занятый, у него есть его родственники. Ребенок должен интегрироваться и в эту семью. А сейчас что происходит? Вредные такие мамки бывают, да? Нет, вот ты вот ушел от меня, я ребенка тебе не дам. Ну хорошо, вредные мамки бывают, я все время понять не могла. Что запрещать встречаться? Отдайте эту ответственность, пусть воспитывает как можно дольше. Конечно, конечно. Ведь над этим ребенком трудилось как минимум два рода. Он принадлежит и этому роду, и этому роду. Дайте возможность. Ничего себе, дорогие друзья, вот это загнуло. Супер, аплодисменты. Вот я думаю, что в следующий раз любая женщина, пускай задумается, да и мужчина тоже, когда что-то подобное будет происходить, два рода. Оксана, я знаю, у вас было тоже какое-то мнение, вы хотели сказать. Да, да. Дело в том, что... Мне тоже у меня есть. Я слушаю, сейчас все послушаю. Как раз мы попали в статистику, каждый второй, вот я, каждая вторая, видимо, тоже есть. И у меня очень хороший положительный опыт, это то, что, я считаю, достижение мое и моего бывшего мужа. Мы сохранили абсолютные отношения для того, чтобы наш сын чувствовал два крыла. Вот, но... Поделитесь, что это вот за отношения? Скажем, вот прям вот расскажите, по субботам, воскресеньям, вторникам, как это? В любое время. Здесь нет ни суббот, ни воскресенья. Это есть телефонные звонки, постоянное поддержание контакта. Если есть необходимость мне уехать, мой сын очень легко переезжает к папе и обратно к бабушке, то есть маме отца, то есть с родственниками никакой вражды не получилось. То есть и огромное спасибо моей свекрови. Бывших свекрови не бывает, она у меня золотая. То есть она многое сделала для того, чтобы именно комфортные отношения после развода остались для нашего сына, для ее внука. Вот, и сейчас мы пожинаем прекрасные плоды, когда у нас нет вообще понятия, что мы в разводе. Мы практически дружим с семьями с некоторыми нюансами как бы только. Ну то есть получается, что ребенок, он вас еще и как бы сохранил и сплотил, и просто ваши отношения перешли в некое другое. Да, и слава богу, есть просто вторая сторона медали. Однажды мой сын ко мне пришел где-то года три назад, то есть он уже в подростковом возрасте, от своего друга, и сказал такую фразу, говорит, мама, я не пойму, вы с папой в разводе, а у вас лучше отношения, чем у моего друга, у кого мама с папой живут вместе. И, ну, как бы вот эта вот его фраза меня натолкнула на мысль, что мы на верном пути, слава богу. Пусть это будет развод, но это будет комфортно. Спасибо, спасибо за откровенность, спасибо, Оксана. Наташ, вот на вопрос, как, каким образом, да, у ребенка должно быть, должен быть не один дом. Вот как Оксана сказала, должно быть два, три, четыре дома. То есть там, где живут мои родители, мои близкие. Это такая вот реальность. Очень хочу послушать мнение Сергея, мне очень интересно. Ну, начнем с того, что я вырос без отца, мои родители разошлись, когда мне было два года. Так. И папа у меня был не воскресный, я его видел раз в три года, потому что мать вышла второй раз замуж. Мы уехали на Камчатку на три года, потом приехали, я его увидел, он уехал служить в Словакию. То есть сейчас мы с отцом практически не общаемся, но опять вот по поводу два рода. Когда я приезжал на Украину к бабушкам, то есть я был в свободном полете. В 10 лет я ехал один с пересадкой в Киеве. Один? Один. В 10 лет. Что бы тебе помочь? Так, подождите, у нас папа пошел к Мирону. Давайте поаплодируем. Сейчас узнаем заодно, легко ли быть папой, да. Все отлично, тут все нормально. То есть туда и назад я ездил один самостоятельно, когда мне было 10-11 лет. Ну это сейчас, конечно, у всех как-то нормально, ничего, ездил, ничего не случилось. Но там я мог жить у одной бабушки, я мог жить у второй бабушки. И было предоставлено абсолютно самому себе. Если моего старшего двоюродного брата, допустим, у них полная семья, папа с мамой там живут, если его не пускали купаться, потому что там вот нельзя, я абсолютно сам. Там, хочу, ем мороженое, хочу еду купать, что хочу, то и делаю. То есть вы хотите сказать, что подобная ситуация родителей в разводе сделала из вас чемпиона? То, что есть на данный момент, она сделала мне характер. Характер. Ну что ж, спасибо за откровенность вам, Сергей, тоже. Спасибо, очень интересное мнение. Вы знаете, есть интересный вопрос в Вайбере от Григория. Скоро у нас родится ребенок. Стоит ли мне присутствовать на родах? Жена очень хочет, а я не понимаю, зачем. Наташ, это вот как раз о том, о чем я говорила. Еще Сергей тоже хочет сказать. Что мужчины растерянны. Мало того, что их вернули всем и сказали, воспитывайте детей, да, а они не могут воспроизвести тот опыт, которого нету. Вот то, о чем сейчас говорил наш коллега, да. Так сейчас их еще загоняют в роддомы. Присутствуют при этом таинстве. Ну побойтесь Бога, что называется. Я бы отказался. Сергей. Смотрите, у нас есть проект такой «Папа-школа», да, подготовка папы, появление ребенка в семье, да, который мы уже 9 лет ведем на базе нашей поликлиники, да. Где-то порядка 350 пап за это время прошло, да. Вот мы только закончили одну группу, начинаем сейчас вторую. Бесплатный проект абсолютно. Как минимум сейчас регулярно в последние где-то года 4, где-то 2-3 человека постоянно с группой ребят присутствуют на совместных родах. Это, конечно, не то, что было в 2009, когда это была диковинка, да, и там с ужасом воспринималось это. Что я могу сказать из личного опыта тех ребят, которые лично были? Никто не пожалел. Ни один из ребят не пожалел, никто и супруг не пожалел. Но что мы говорим всегда ребятам, да, имея тот опыт, который мы имеем. Если кто-то из семьи против, по любой причине, боязнь испортить интимные отношения, там, страх перед кровью, там, еще что-нибудь, да, кто-то против, то лучше этого не делать. Это не настолько серьезная, ну, такая важная-важная часть, чтобы там обязательно быть. Но с другой стороны, этот опыт, который есть, он показывает, что та поддержка, которую муж оказывает в это время, она просто неоценима иногда и очень надолго запоминается, как то, что прошли вместе. Такие, наверное, не сладкие, не совсем сладкие, да, минуты для супруги. Спасибо большое. Вот, дорогие друзья, вы знаете, очень интересно узнать, кого берут в совет отцов и что такое папа-зал. Предлагаю поговорить об этом далее в нашей программе. Дорогие друзья, в прямом эфире Добрый вечер, Гомель. Тема нашей программы «Легко ли быть отцом?» Дело в том, что в последние годы отцы всего мира решили укрепить свои позиции. Так появился День отцов, появился декретный отпуск для пап. Мало того, мужчины стали объединяться в группы по родительским интересам. А это, дорогие друзья, уже не шутки. Сергей, вот расскажите, пожалуйста, вот почему однажды вы решили собрать папу и создать совет отцов? Такое уникальное явление. Мы с ребятами так или иначе занимались такой волонтерской деятельностью давно, да, а просто... Затем созрела такая необходимость создать общественное объединение, мы с ребятами его создали. С чем мы все это делаем? Очень просто. Основная цель это одна – популяризация отцовства семи семейных ценностей. Потому что то, что мы видим, это разводы во многом, то, что мы видим, это семейные ценности, которые страдают на сегодняшний день, да. Вот, поэтому все это создано для этого. Во-первых, мы хотим, чтобы наши дети, они жили в хорошей, нормальной стране, они любили свои семьи, они создавали свои семьи, да, вот, и, ну, как бы, хорошо себя нормально чувствовали, то есть, да. А мы, как отцы, мы можем единственное, что сделать, это показать им пример. И я думаю, что это самое важное, что мы должны сделать в нашей жизни. А какой пример вы показываете вот на Совете Отцов? Что это вообще такое? Зачем они вот, вот, ну, я понимаю, что зачем они нужны? Ваша идея мне понятна. А что конкретно вы делаете там? Совет Отцов – это общественное объединение, у которого есть ряд проектов, которые, как бы, Совет Отцов и реализуют, да. Я хочу попросить операторов, снимайте, снимайте, так и хочется сказать. Давайте поаплодируем. Смотрите, это настоящая папина дочка, да. Да, продолжайте, пожалуйста. Да, у нас есть проект «Папа-школа», это подготовка папы или ребенка в семье, который мы проводим вместе с ребятами. У нас есть проект «Папа-зал», да, который, это папа и дети в спортивных залах школы, да, у нас есть проект «Рух дворово-угульного», где мы занимаемся с детьми во дворах, вот, ну, и мы развиваемся такие проекты. «Папа-зал», вот что показал этот опыт, этот проект? То есть вы собираетесь с родителями и с детьми в спортивном зале? С папами, да. Ой, с папами, я имею в виду, да. Это важно. Это важно. Вы таким образом сделали подмену, да, Людмила? Вместо друзей и баров, мы рыбалки, да? Ну, смотрите, все достаточно просто, да. То есть мы хотим, чтобы у наших детей было окружение, которое нас устраивает. То есть, да. То есть, смотрите, тема такая, что ребенок может попасть в любое окружение, и мы не сможем его никак проконтролировать. Таким образом, мы создаем свое, собственно, окружение, которое мы считаем правильным. И когда ребята собираются, папы приводят детей в зал, где никто не бухает, где никто не курит, да, где просто, а дети видят с детства нормальный пример обычного здорового образа жизни, когда папа бросает мяч в кольцо, подтягивается, там, отжимается. Ребенок это видит и сам хочет повторить, его не надо заставлять. И вот эта тусовка, она создает, во-первых, нам, друзей, как папам, во-вторых, друзей нашим детям, во-вторых, наше сообщество, которое мы просто стараемся развивать. Ну, самое главное, что там осталось все-таки когда-нибудь еще место маме. А в зале нет. В зале нет. Людмила, как вам проект? Наташа, вот дело в том, что вот эти ребята, да, ну, низкий поклон. Они создают вот ту культуру взрыхливую, буквально рыхлят вот эту вот новую землю, как первооткрыватели, да, и потом вот эти детки, они смогут воспроизвести этот опыт, это здорово. Они формируют новые стандарты в обществе, новые нормы. Здорово, только руку можно пожать. Оксана. Да, у меня тоже большое восхищение перед этим проектом, потому что вот размышляя на тему «Легко ли быть папой?», я задумалась над тем, что у нас выросло целое поколение детей, и мы в том числе, которые были воспитаны женщинами. По нескольким причинам. Потому что папы вот в лихие 90-е все либо уходили в глубокие заработки, уезжали на какие-то строительные работы, кто-то на двух-трех работах работал, кто-то уходил в корни в алкогольной зависимости, это тоже очень часто встречалось. И пап, в принципе, в семьях не было. Разводы, опять же, тоже большое значение. Я не знаю, но в моем окружении папы не участвовали в воспитании, они занимали чем-то другим. И вот глядя на то, что делает Сергей, я понимаю, что... А, еще, следующий момент. А детей воспитывали мамы, потом в детском саду кто? Женщины. Воспитатели. В школах кто? Учителя женщины. И получается, что... А потом жена. А потом жена, да. И получается, что выросло несколько поколений мужчин, которые не умеют и не имели опыта, они даже не видели, не могли считать, как надо заниматься детьми, как надо их воспитывать. Не было образца для подражания. Что сейчас делает Сергей? Он сейчас не то что взрыхливает, он просто восстанавливает вот этот фундамент. И дай бог, чтобы этот проект укрепился, чтобы ему помогали и чтобы он развивался. Спасибо, но это еще не все. Я знаю, что у Сергея есть удивительный проект, который сейчас в самом-самом рассвете, это... Дворовая гульня. Да, дворовая гульня. Я бы хотел... Знаете, что очень важную вещь сказать, что проекты делаю не я, не только я, да. Тот важный момент, да, потому что у нас порядка 15 человек, 13, которые задействованы на разных проектах. Это ребята, это наша команда, с которой мы все делаем вместе. Это все папы? Ну да, конечно. Да, все папы, да. С которыми мы делаем вместе. Или вами руководят снова женщины. Не-не-не, поэтому это очень важно, да, потому что без команды, без ребят, без того, что мы делаем вместе, никто бы в одиночку ничего не сделал. Это, ну, надо понимать. Вот, во-вторых, у нас проект «Папа-зал» мы стараемся развивать, и у нас есть уже залы по Белоруссии, есть залы на Украине, есть залы в России, которые, ну, мы стараемся тоже развивать еще больше и больше. Вот, то, что касается дворовых игр, это наш новый проект, которым мы вот, которым мы занимались уже год занимаемся. С следующего года мы получили поддержку ПРООН, да, ЕС, получили финансовую поддержку Министерства здравоохранения. Плюс у нас как партнером будет выступать Белорусская Федерация Футбола, и мы, что мы делаем, мы организовываем дворовые игры, игры во дворах с детьми. Это футбол будет, это стритбол, это фрисби-тарелка, это будут турниры по локауту, это будет выбивало, да. Для чего мы это делаем? То, что мы вот говорили уже об этом, да, чтобы вывести детей во дворы, чтобы они могли говорить друг с другом, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом. Ведь проблема больших городов следующая, да, и это отмечают наши друзья с МГУ московского, да, они говорят, что мы готовы вам присылать детей с Москвы, пожалуйста, ну, как бы, ну, сделайте что-нибудь, возьмите, да. Усыновите их, подочините. Ну, присылать, почему? Потому что проблема больших городов это дворы, боятся выпускать во дворы, ребят, боятся, ну, боятся, а нету дворовой культуры, нету дворовой культуры, нету вот этого общения, социального общения, нету взаимодействия, да, детей. И дети, получается, вырастают в одиночку, да, и нету там, общество теряет очень много. Поэтому дворовыми играми мы стараемся это вернуть. Но как мы вернуть? Мы можем только создать возможности и показать пример, опять же, да, и показать, что, ребята, давайте, давайте, да, давайте с нами. Скажите, пожалуйста, Сергей, а кто может вообще стать, вот, ну, отцом, который придет в ваш клуб, в ваш совет? Это, может быть, любой папа сделает? Да, любой, конечно. Любой сыр? Совершенно бесплатно, без каких-то там взносов, да, главное, чтобы было желание? Взносов мы вот и не делали, да, вот, но поэтому, наверное, постараемся часто искать, всегда искать, да, поддержку и спонсоров каких-то, да, потому что мы вкладываем свои финансы много, да, но, как бы, чем больше проектов, тем больше нужно финансов. Ну, естественно, что мы просто, к нам присоединяются ребята, которым интересны те же, те же интересы, что и у нас. А что это значит? Дети, семья? Вы знаете, рядом с вами сидит Сергей Матусевич, абсолютный чемпион мира по бодибилдингу, у него такие же интересы, как и у вас. Семья, дети. Сергей, у вас не появилось желание присоединиться к совету отцов? У вас есть чем поделиться? Нет, желание есть, вопрос, когда я там смогу появляться. Очень хорошо, этот вопрос нам поможет на него найти ответ Людмила. Людмила, психолог наш, да, вот, когда папа говорит, что у него на что-то не хватает времени, что обычно советует психолог? А вы знаете, ну, наверное, нужно с этим папой просто вот посидеть, посидеть, да, и помочь ему спланировать, да, свою жизнь. Возможно, где-то жена могла бы взять на себя нагрузку в плане зарабатывания денег, хотя бы немножко помочь. Но чтобы папа все-таки как-то был в семье, в семье, не просто вот вечером пришел, дети его увидели, он лег спать, а вот... Ночью пришел. Ночью пришел, да, но чтобы хоть как-то каким-то образом было участие. Вы знаете, мы в этом все нуждаемся, общество нуждается, семьи нуждаются. Вы знаете, вот Сергей, да, он создал совет отцов, а мы на Добром вечере сегодня организовали вот такую встречу, да, где дети смогли посмотреть на Сергею Матусевича, можно и так сказать. Сергей, вы хотели... А что вы на меня смотрели? Вы хотели что-то добавить. И даже поиграть. Я вот недавно размышлял, кстати, вот об этих вопросах, мы с супругой говорили, с ребятами тоже общались. Вот эта идея, что папа вот он должен как бы воспитывать детей, вот мне очень сильно не нравится слово должен, быть какое-то время, быть час, два, три, проводить время. Ведь есть папы, которые реально по работе, по тому, что они делают, появляются дома 15 минут, но ребята вырастают и они понимают, что у них был отец. Отец это был тот фундамент, то основание, на котором держалась вся семья. Пускай его не было дома, может быть, постоянно, он не проводил по 2-3 часа, но они точно знали, что есть отец, он их обеспечивался, держал. Когда он появлялся, было понятно, что папа дома, да. И вот не хотелось бы, чтобы переводил, что вот должно быть так. Должно быть так, как хорошо для детей, как хорошо для родителей. И вообще, если между мамой и папой все будет хорошо, у детей по умолчанию все будет хорошо. Золотые слова. Оксана. Я вот просто хочу поддержать ребят в плане, в каком, что мужчинам всегда приписывают такие роли, не обижать женщину, должны соответствовать, должны быть сильными и мужественными. При этом забывают о том, что они тоже люди, что у них тоже есть свои желания, потребности. И вот самая важная роль мужчины в семье, как раз не то, что он там кому-то что-то должен, а вселить уверенность в детей, в свою жену, в том, что у них все стабильно, все хорошо, что они за ним, как за каменной стеной. И он может присутствовать реально 10-15 минут перед сном рядом с ребенком, когда он засыпает, но при этом ребенок будет чувствовать защиту, уверенность и доверие к отцу, как к человеку, который всегда поможет. Вот этот талант отца отец должен проявлять. И больше ничего он никому не должен. Спасибо, Оксана, спасибо большое. Дорогие друзья, прошу обратить внимание, нашу студию скоро разнесут, поэтому у нас осталось еще немного времени. Но я бы хотела обратить внимание на то, что эти игрушки востребованы сегодня детьми в студии. А где еще сегодня востребованы вот такие вот интересные игрушки вашего производства, Оксана? Скажите, пожалуйста. Эти игрушки востребованы везде, где появляются дети. То есть это детские учреждения? Это детские учреждения, это детские центры развивающие, это центры коррекционного развития. Игры эти насыщают игровое пространство всех учебных заведений. Эти же игры могут приобретать родители себе. Было бы место, где их разместить. Поэтому везде, где есть дети, везде появляются наши игрушки. Не побоюсь этого слова, они есть практически в каждом учебном заведении города Гомеля точно. Зрители интересуются, будут ли новинки и когда? Новинки у нас регулярно появляются. И главными-главными поставщиками новинок являются как раз-таки дети. Потому что мы с них считываем потребности. Да, но, естественно, они нам не приносят дизайнерские решения и лекала. Да, к нам их приносят специалисты детских учебных заведений, идей. А мы их используем как проводников между нами и детьми. И так появляются новинки путем вот такого взаимодействия. Ну что ж, я хочу задать еще один вопрос нашим гостям. Вот после нашей программы, дорогие друзья, вот измените ли вы, дорогие наши папы, свое отношение к детям? А следует? Измените ли вы после нашей программы? Даже нет вроде бы. Даже нет? Все хорошо вроде. Все вы делаете правильно. Ну что ж, тогда ваши пожелания родителям. Терпение. Мамами, эти! Знаете, когда женятся, говорят важные слова. Любите друг друга. Это самое важное. Спасибо большое. Людмила. Мне бы хотелось, чтобы этот диалог был продолжен в будущем. И чтобы мы все вместе создавали вот эту новую субкультуру, которая должна привиться в нашем обществе. Спасибо большое, Оксана. Что вы пожелаете родителям мамы и папам? Ой, а я пожелаю чувствовать наших детей нам, чувствовать их потребности в нас, реагировать на их какие-то запросы своевременно, потому что нельзя направить ребенка туда, куда он не хочет идти. И тогда мы вырастим новое поколение детей счастливых и увлеченных тем, чем они действительно по-настоящему хотели бы заниматься в будущем. Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня мы говорили на тему «Легко ли быть папой?». Вы знаете, вот я специально оставила два сообщения от наших телезрителей в Абере. Вот Анастасия пишет, она очень счастлива, что имеет отца, который всегда заботится о семье и обожает своих дочерей. Это очень важно, когда дочери такого большого мнения о своем отце. А Никита сообщает, что для любого ребенка очень ценно общение и с мамой, и с папой. Дорогие друзья, я хочу закончить эту программу словами, вы знаете, неизвестного автора из интернета. Заберите, забери у дитя телефон, поговори с ним о рыбках и птичках, погоняй во дворе с ним футбол и костер разведи, не используя спички. Это был Добрый вечер, Гомельс, Наталья Волынис, до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!